Всем привет! Весна это то время, когда я вспоминаю, что очень люблю мороженое. И мой теперешний фаворит это мороженое из бородинского хлеба. Звучит сумасшедший, но на самом деле очень интересный рецепт. А начнем с того, что измельчим орехи. Я делаю это следующим образом. Доска, полотенце и нож для отбивки мяса. Поехали! А еще хочу вам сказать, что это отличная эмоциональная разрядка. Конечно же, в 100 раз проще это сделать в комбайне, поэтому я загружаю орехи сюда, добавляю хлеб. Все загрузили и включаю кнопочку. Обожаю свой блендер, насколько он облегчает мою жизнь. И главное, как расширяет диапазон блюд, которые я могу приготовить. Вот это правильная консистенция крошки. Пересыпаем на сковороду, без жира, без масла. Добавляем кунжутные семечки и обжариваем до золотистой корочки. Хлеб обжаривается, а мы тем временем взбиваем сливки с сахарной пудрой. Должна получиться пышная масса. Смесь загустела, венчик оставляет след. Можно эту часть нашего мороженого отставить. Также обратите внимание на наши хлебные крошки с орехами, которые уже достаточно подсушились. Их можно выложить на плоскую тарелку, для того, чтобы они остывали. Не оставляйте остывать их в сковороде, потому что она горячая, и процесс обжаривания будет продолжаться. Теперь взбиваем три белка. Для того, чтобы белки легче взбивались, они должны быть холодными, и лучше добавить немножко сахара. А теперь мне нужно соединить все ингредиенты. Крошки остыли, добавляем их аккуратно и очень нежно в нашу сливочно-сахарную смесь. Размешиваем, и после этого добавляем нежные белки, взбитые с сахаром. У нас получилась такая необычная структура. Воздушные ингредиенты вместе с более сухими, поджаристыми орешками, хлебом. И пусть вас не пугает, что сегодня мы мороженое готовим не из шоколада, не из клубники, а из самого черного бородинского хлеба. И не страшно, если он немножко черстый, так даже лучше. После того, как соединили все ингредиенты, теперь выкладываем их вот в такую пластиковую формочку. Есть один секрет. Очень удобно в формочку вложить целлофановый пакет и уже в него выливать наше мороженое. В чем плюс такого метода? Очень удобно доставать само мороженое, и не надо мыть пластиковую формочку. Накрываем крышкой и ставим в морозилку на три часа. И пока в морозилке застывает наше мороженое, займемся подачей. Подавать будем вместе с кокосовой стружкой, которую необходимо обжарить на сливочном масле до золотистого состояния. Вот так должна выглядеть правильно обжаренная кокосовая стружка. А вот и наше мороженое из бородинского хлеба. Достаем и отправляем в креманочку. Посыпаем кокосовой стружкой. Украшаем веточкой мяты. Для того, чтобы приготовить кулинарный шедевр, совсем не нужны экзотические продукты и сверхбюджеты. Достаточно фантазии и желания всех удивлять. Пожалуйста, мороженое из бородинского хлеба готово. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok